Друзья, товарищи, по-моему, обеспечивать себя своим творчеством это главный блесс, который только можно представить. То есть вот, понимаете, я сегодня утром проснулся, дропнул ролик, и то потому что я вот живу по российскому времени, живя в Америке, и поэтому там первые часы у меня с утра, они самые важные, но встал я в 11. После этого похавал протеиновых блинов, поиграл в Watch Dogs, теперь записываю ролик, потому что мне скоро уезжать в поездку, в которой меня повозят по всей Америке, будут кормить, оплачивать мне жилье, и мало того, что я получу денег за эту поездку, я еще и в ней наснимаю контент, за который тоже получу денег. Без иллюзий, что я много работаю, но, по-моему, это самое вообще вот крутое, что может быть. Я рад, что моя жизнь так складывается, и я напрягаюсь и работаю больше, только чтобы от такого же образа жизни получать еще больше и еще больше улучшать этот образ жизни. При этом, как вы понимаете, у меня не миллион подписчиков, даже не полмиллиона, даже не четверть миллиона. И в этом ролике я порассуждаю, почему кто-то занимается творчеством, но вынужден работать на дядю, а я нет, да и как вообще жить, когда ты весь такой вот творческий-притворческий, а есть тебе что-то надо. Здрасте, вы на канале Сейна. Меня постоянно спрашивают про технику, на которую я снимаю, и люди часто удивляются бюджетностью моего сетапа. Снимаю я на Canon M50 самого первого поколения. Она и старая, и дешевая, но почти все последние ролики сняты на нее, и в 100% случаев качество картинки в моих роликах делает именно свет. И он тоже старый и дешевый. Я даже модель говорить не буду, так как это обычная LED-панель. Главное, используйте рассеиватель, можно софтбокс или вот такой, как у меня. А большая часть выпусков у Йо сняты на iPhone. Для меня это было ключевым аргументом, чтобы вообще купить телефон более чем за 100 тысяч рублей. Стабилизация прекрасная. Картинка в дневное время – заглядение, что на обычную камеру, что на шире. Главная проблема – качество звука. А говорю, что для телефона оно потрясающее, но я постоянно снимаю в очень шумном городе, и иногда айфона не хватает, а прикреплять айфон на штатив, на штатив еще рекордер, каждый раз включать и то, и другое, и тем самым привлекать гораздо больше внимания на улице – это вообще не круто. Но недавно я решил эту задачу с помощью беспроводных петличек Holy Land Lark M2. Во-первых, они крепятся на магнитах, и не нужно каждый раз придумывать, на какой край одежды их пристроить. Сам передатчик весит всего 9 грамм. В комплекте есть наклейки, их можно прикрепить к микрофону, и он будет соответствовать вашему стилю одежды, ну или вашему настроению во время съемки. Во-вторых, у них отличное качество записи, и при этом нет проводов. Вы не представляете, как круто не волноваться о том, что ты можешь случайно выдернуть провод из гнезда рекордера. В-третьих, их можно подключить к любому телефону с помощью Lightning или USB Type-C, но самое главное – их можно подключить к рекордеру. Таким образом, я могу выставить подходящие настройки, бросить рекордер в сумку и вообще не волноваться, а по итогу получить качественную аудиодорожку. А управлять чувствительностью петлички я могу прямо на TX-передатчике. Микрофоны записывают звук 48 кГц, 24 бита, и с этим кейсом могут работать более 10 часов. При этом посмотрите, на каком расстоянии сохраняется сигнал. Вот у нас лежит рекордер с TX-передатчиком. Петличка на мне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тру-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слышно? Земля! Я немного смутил соседа на крыше, но звук вроде отличный. А еще в них уже встроено шумоподавление, а также в комплекте есть вот такие замечательные мохнатки. В общем, теперь выпуски у ее станут еще круче, а чтобы заказать петлички Holy Land Lark M2, переходите по ссылке в описании. Возвращаемся к ролику. И я сразу отгоню от вас мысль, что я пытаюсь вот сказать, что фриланс это считай не работа, ведение своего бизнеса, ну вот в моем медийном смысле, потому что у меня еще бренд, у меня еще группа, у меня еще, короче, разные мои проекты. Это все вообще не лафа. Отсылаю вас по этому поводу на ролик про то, почему я безработный и очень этим доволен, но вам свою работу бросать не стоит. Там я рассуждал преимущественно об этом. Здесь именно про сложности монетизации творчества, при том, что вы имеете еще нестабильную творческую кукуху. Первое, и мне кажется очень важное и успокаивающее, талант не равен успеху. Есть как успешные люди, которые совершенно бесталантны, и вот какое бы что творчество они не делали, что продукт, вы видите, что именно вот какой-то изюминки и искры в этом нет вообще. Так и наоборот, безумно талантливые люди совершенно не успешны. Вы смотрите на их работы в любой творческой деятельности и видите, блин, да он гений, но при этом у него там телеграм-канал на 200 человек, и это все его успехи. Еще в том своем ролике про безработицу я приводил в пример Даню Милохина, и здесь я повторюсь, потому что это пример идеальный. Человек стал популярен, казалось бы, ни за что, просто было у него симпатичное личико и делал он липсинки. Ну как же это несправедливо, что вы там стараетесь, делаете что угодно, чтобы вы не делали, если это не липсинки. А у него и бабки, и просмотры, и знакомства, и тусовки, и телеканалы, все у него есть. Но он ультимативный пример, потому что, во-первых, ошибка выжившего, большая часть таких же, как Даня Милохин, и миллионов тех, кто начали делать то же самое вслед за ним, вообще ни к чему не пришли. Но еще и он абсолютно повторил судьбу всех, кто выигрывает в лотерею. Ну вернее, не всех, а критического большинства. Но, какую бы сумму люди не выиграли, с огромной вероятностью они через сколько-то лет окажутся в долгах. То есть, понимаете, бизнесмен какой-нибудь на своем горбу, очень долго стараясь, там, выстраивая свой бизнес, проходя через всевозможные, там, ментал-брейкдауны, тяжелые времена занимания у друзей, через все вот это, он заработал 100 тысяч долларов. И, скорее всего, он их приумножит, приумножит и приумножит. И в итоге у него несколько поколений родственников могут жить припеваюче, но, как минимум, он будет жить припеваюче. Но человек, который выиграл в лотерею миллион долларов, скорее всего, останется ни с чем через считанные годы. Почему? Потому что ключевое это именно накопленные скиллы и ровно то же самое с медиадвижней. А опять же, если вы занимаетесь творчеством, вы без медиа не обойдетесь. Я бы это вообще не проговаривал, но я просто знаю, что людям это не очевидно. Но самая наивная мысль, которая может быть, это что я музыкант, художник, дизайнер, кто угодно вообще с какой-то творческой профессией, кто имеет амбицию на своем творчестве заработать, как бы всех наебав. Все вот пусть на завод идут, а я буду бренькать на гитаре. Но при этом вы не хотите иметь представленность в медиа и не хотите в этом развиваться? Это абсолютно инфантильная и наивнейшая позиция, чуваки. И вы прямо сейчас в интернете меня смотрите, а я кто? Да, во многом мои успехи, что с музыкой, что с производством одежды, что с другими проектами, которые у меня есть и будут, они напрямую связаны с моим каналом. Но это преимущество я сделал себе сам и сделал абсолютно сознательно. В итоге это у меня лучше продаются шмотки, которые многие не воспринимают как мой мерч, на них нет моего лица. Ровно так же никто не воспринимает там вот тексты, которые я пишу для Палк, как О, это же блогерские тексты. При этом, естественно, если вы сделаете себе там огромный аккаунт в ТикТоке тем, что будете просто перепощивать мемы, то не сказать, что это вам сильно поможет продвинуть любое ваше там творчество и искусство, но это тоже утрированный пример, качать медийку необходимо всем. Кстати, товарищи, если вы и без моих наставлений создаете какой-то медиапродукт, чтобы продвигать свое творчество, или ваше творчество и есть ваш медиапродукт, то я могу вам предложить свое очень ценное экспертное мнение. Я решил запустить ТГ-канал конкретно с разборами, где мы будем обсуждать ваш контент. Это, если что, абсолютно бесплатно, вообще ничего за это не прошу, но где-то вот в начале октября устроим созвон, на котором я разберу кого-то из тех, кто предложит свою кандидатуру на разбор, и после этого выложу запись, чтобы остальные могли посмотреть. Собственно, может потом проведем еще, еще и еще, так что если вам интересно услышать мое мнение и какие-нибудь советики по тому, как свое вот дело в медийке двигать, то переходите, собственно, ссылочка конкретно на разборы будет в описании. И если кто-то вдруг не понял, как этот спич относится к пункту «Талант не равно успех», это потому что в медийке, посмотрите на тот же YouTube, побеждают наиболее старательные гораздо чаще, чем ультраталантливые. Да, есть примеры типа Бэткомедиана, Скиллса, Сын Дука и других чуваков, которые, ну, объективно суперталантливые, и в этом фишка их контента, но критическое большинство роликов, которые вы видите, и, скорее всего, блогеров, которые вы смотрите, в первую очередь именно старательные медиабизнесмены. И как только у вас появится какая-то медийка, вас начнут ненавидеть. И да, мысль про то, что у всех есть хейтеры, кажется очевидной, но вы не представляете масштаб, если сами с этим не сталкивались. Вообще, если вы вот как бы живете не в интернете, а в основном в реальной жизни, то вы, наверное, вообще думаете, что есть какие-то общепризнятые истины, да, вот что-то, что... Ну, нельзя же с этим не согласиться, да, есть же очевидные вещи. Их нет. Если хотите это проверить, зайдите в Twitter, напишите что угодно. Что вам кажется должно быть очевидно всем, вы найдете целые классы людей, какие-то идеологические группы, у которых идея строится на том, что ваша вот эта вот очевидная истина вообще-то не очевидная нихера. И, соответственно, как только вы начнете высказывать любое свое мнение в интернете, демонстрировать любое свое творчество, вы тут же встретите это сопротивление. И, опять же, от этого не застрахован никто. Для примера можете попробовать найти рецепт хинкали, например, на ютубе. И там серьезная доля комментов будет про то, что... Что за херню ты приготовил? У меня бабушка готовила совершенно иначе. Это неправильно, не канон. И вот, знаете, несмотря на то, что я говорю, что мне похер на хейтеров, ну, лет пять уже, может, больше даже, да? Прямо, считай, с самого начала. Можно до семи лет округлить. А по-настоящему похер мне стало вот в последние годы. Нет ничего справедливого. В принципе, выживает сильнейший. Не всегда жесткое воспитание, да? Оно эффективно. Если всех учить плавать тем, чтобы бросать их с моста, наверняка много кто утонет. Но, к сожалению, в случае с интернетом у нас другого выбора нет. И вот в плане какой-то вот творческой самооценки, да, какой-то правильной самокритики для творческого человека, мне кажется, это по итогу может быть даже полезно. Потому что из своего опыта я видел вот две крайности восприятия критики людьми. Первые — это люди безумно уверенные в себе и которые из-за этого стагнируют. Вот он год за годом, он или она, выпускает одну и ту же прям за лупу. Всем очевидно, что это залупа по объективным причинам. Понятно, что творчество субъективно, но если ты не попадаешь в ноты, не можешь там какую-то форму объекта нормальную нарисовать и т.д. и т.п. и т.д. и т.п., скорее всего, за редкими исключениями, получится херня. И, безусловно, есть исключения, подтверждающие правила, которые вот свой какой-то агли стайл в итоге делали фишкой и становились только более популярными и продаваемыми. Но чаще всего это люди, которые просто год от кода делают одну херню и просто слишком чсвшные, чтобы принять какую-то критику. Но есть и ровно обратная категория, в которых любая критика даже самая тупецкая дизморалит. И, по-моему, второй категории людей гораздо больше, чем первый. И вот для них взять и прочитать сотню, а лучше тысячу комментариев с совершенно тупецкой критикой, которая ни на чем не основана, может быть действительно полезно, потому что так они начнут отличать хорошее от плохого и действительно у них просто выработаются в голове ответки на доебки. Все знают, что такое защитить диссертацию, но защитить свое творчество от внутреннего критика это действительно очень важная штукенция. И уметь реально учиться на ошибках, но при этом не душить себя тем, что «Ааа, мой продукт не идеален, и в итоге я нихера не делаю» вот это вот самое худшее просто, что может быть творить всегда лучше, чем не творить, но именно учиться на ошибках это самый полезный скилл, который вы можете обрести. Так а как на этом заработать-то? Креативно! Да, чуваки, естественно, я вам не дам прямого ответа, как заработать на творчестве. По крайней мере в этом ролике. Есть миллион способов, но, сори, опять же, я считаю справедливо, что вы хотите получать деньги, хер пойми за что, ваша специализация в том, что вы такие все необычные и что-то интересное придумываете в какой угодно сфере, и вам должны дать понятный рецепт на то, как этим заработать. Ни хера себе! Пушной в свое время написал джинглы просто половине телеканала STS, и после чего заработал репутацию автора крутых джинглов, его приглашали в кучу реклам, и прямо сейчас вы, возможно, даже не догадываетесь, какое количество текстов Пушного, напевок Пушного, мелодий Пушного вы слышали в разных передачах или рекламах. А вот основанная дизайнером Майком Сесарио, который работал с Нетфликсом, компания Liquid Death, которая производит воду и сладкие напитки, но которые задизайнены как что-то очень ядреное, как крепкое пиво или энергетик, или что-то еще, а что ассоциируется с вот таким ядерным дизайном. И сейчас это один из самых продаваемых напитков в США, и одна из самых продаваемых вод в США исключительно из-за своего дизайна. В этой связи невозможно не упомянуть в очередной раз Алекса Грея, художника, который нарисовал вот эти вот великолепные обложки группы Tool, и это абсолютно отражение его художественного стиля, который у вас, возможно, ассоциируется с каким-нибудь, знаете, магазином тантрически-индуистски-медитационных приколов, но нет, чувак сделал блестящую художественную карьеру. И это были только примеры, близкие по тематике моему каналу. Если вы не знаете в подробностях, что и как делал Энди Уорхол, или, например, Шепард Ферри, более известный как Обэй, вы точно должны это все прошарить и сделать соответствующие выводы. Все эти люди выдумали что-то необычное, и, по сути, успешно продали свою необычность. И как музыкальную группу на протяжении там всей карьеры в 45-их альбомов может кормить всего один хит, также вас из всех ваших творческих начинаний может в итоге кормить одна идея. Просто работать надо именно на создание этой идеи, потому что, знаете, да, я бы тоже себя гораздо круче чувствовал, если бы я был просто загадочным сонграйтером, карьерам, стикер-художникам и все такое. Выкладывал бы очень загадочные фотки с загадочными дизайнами в свой шикарный запрещенный в России инстаграм, который, кстати, объективно шикарный, извините, по-моему, но это охеренно вам не кажется? Я бы был натуральный Саске Учиха, если бы мне не нужно было делать всяких кричащих превьюшек для роликов на ютубе, если бы мне не нужно было выкладывать миллион шортсов с разными тоже завлекающими первыми словами. Чтобы все это делать, я в какой-то степени переступал через себя, но в моем представлении я совершенно не придавал свою не такусичность. Да, я меньше отходил от образа Саске Учихи, но, тем не менее, в итоге я имею больше, даже чем Саске Учиха. Он вот стилевость что-то вообще не сохранил. Но несмотря на то, что прямой рецепт по заработку я вам, конечно же, не дам, я могу вам дать очень хороший совет, и это обрасти знакомствами. Я говорил это миллион раз на своем канале в самых разных контекстах. По-моему, это же оправдывает любую стоимость образования, потому что если вы закончите Гарвард на самой бесполезной специальности, да, и там вот в той же Америке действительно очень такой кощеный был, что называется, да, спорный момент получать там какое-нибудь образование в Gender Studies, или на каком-нибудь еще факультете какой-то, по сути, очень странной, современной, общественно-идейно-активистско-социальной специальности или направленности. Но вне зависимости от моего и вашего отношения к предмету изучения, если человек хочет дальше в этом расти и развиваться, то он как минимум узнает, во-первых, базис про всю вот эту вот, так сказать, историю и конъюнктуру, да, что откуда взялось, куда зачем звонить. Меня, например, на журфаке учили звонить в Институт Русского Языка. Вы вот знали, что если вы не знаете, как что-то пишется или как где-то ставятся запятые, вот у вас сложный случай, вы можете буквально позвонить в Институт Русского Языка и вас проконсультируют. И вот куча таких очень локальных знаний дают в вузах. Понятно, что это все можно нагуглить, но там это дают сразу сконцентрировано. Но самое главное — это знакомство. Он узнает педагогов лично, кто-то из них будет наверняка там либо молодой, и поэтому они смогут быть на контакте, либо просто человек, к которому можно обратиться в случае чего, и также он будет учиться в окружении кучи таких же людей, которые как-то где-то будут устраиваться, что-то придумывать, что-то пристраивать, и будут иметь его в виду. Это вообще вот самое главное. Главный плюс от знакомств — вас должны иметь в виду. И хоть сам по себе этот тейк очень непонятный, но я рекомендую вам вложиться в то, чтобы быть классным чуваком. Слэш чувихой. Потому что если вы просто приятная персона для того, чтобы выпить пиво или поиграть в настолку, и вы при этом пытаетесь попадать в новые и новые компании, которые в идеале еще как-то вот связаны с вашей занятостью, то вас запомнят, и вы окажетесь в записной книжке. Абстрактной. И чем в большем количестве записных книжек вы окажетесь, тем с большей вероятностью вы однажды получите решающий звонок. Но теперь самое главное и печальное. Да, вам понадобятся годы, и это нормально. Именно поэтому тот предыдущий ролик говорил о том, что вам, скорее всего, не стоит бросать свою работу. Там подробно рассуждается о том, какие работы все-таки стоит бросать, но сейчас не об этом. Но действительно, на все, что угодно, на любой из мини даже скиллов, которых я описывал в этом ролике, и вообще на самый главный скилл развития своего стиля, чем бы вы ни занимались, уходит годы. Вы смотрите на первые альбомы каких-то групп, которые сейчас вам кажутся самые уникальные, и оказывается, что на первом релизе они были очень средненькие по жанру, и очень похожи на кого-то другого. Вы смотрите на работы ранее каких-то художников, и вы тоже периодически даже не можете узнать их стиль. То же самое относится к предыдущему пункту про знакомство. Вот эта вот история с записными книжками и звонками, понимаете, чуваки, у которых сейчас есть проект на каждый месяц, скорее всего, у них есть неудавшийся проект на каждую неделю. То есть в 4 раза больше должно быть проектов, чтобы какие-то из них реально начали воплощаться в жизнь. А говоря про проекты, которые кто-то имел в виду, когда-то о них размышлял, что-то начинал делать, вроде пробовал и предлагал, но что-то не подошло, их, скорее всего, еще в десятки раз больше. И, соответственно, люди, у которых все забито на несколько лет вперед, если взять просто все, что обсуждается и планируется, они забиты на 4 жизни вперед. И все это взялось именно из-за того, что они долго знакомились, нарабатывали, качали медийку и так далее. И на это у всех них ушли годы. Те, у кого не ушли годы, неизбежно закончат, когда они Милохин. Но благо, жизнь длинная, становится все длиннее. Вот Всемирная Организация Здравоохранения недавно начала считать людей до 45 лет молодыми. У меня в 25, честно говоря, уже глаз дергается по поводу моей старости. И когда вы год от года делаете, делаете и делаете, часто себя заставляете, часто вот какие-то внутренние барьеры разъебываете, делаете выводы, которые тоже могут быть болезненными, то потом, сначала кажется, не получается, не получается, не получается, а через пару лет херак, и вы понимаете, что у вас уже и какая-то репутация наработалась, и вроде заказики какие-то, и вроде вы кому-то интересны. А вот если вы либо сидите в перфекционизме, либо ничего не делаете, то эти годы просто летят. И в этом случае жизнь будет очень короткая, и результаты недостижимы, какую бы цифру ВОЗ не признал молодым человеком. Мне вообще откровенно очень интересно рассуждать на эту тему. Если у вас по итогам этого рассуждения остались вопросы и возражения, не стесняйтесь писать их туда вниз. Если вам прям не терпится со мной лично пообщаться, то у меня есть телеграм-чат фокус-группа Сейна, в которую я скидываю свои ранние наработки дизайнов и всяких разных моих проектиков на оценочку, но также там можно со мной просто напрямую пообщаться, спросить у меня вообще что угодно, буду рад вам ответить. Еще у меня есть шикарный запрещенный в России инстаграм, который я уже упоминал. Еще у меня есть закрытый паблик ВКонтакте, в котором огромный архив, кинища, книжек, музыки, клипов, всего собранного за долгие годы, там буквально тысячи уже постов, так что точно сможете развить свой кругозор благодаря этому. Вход по второй подписке на Бусти или на Патреоне откровенно очень дешево, не стесняйтесь поддерживать канал Сейна. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А- 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 А